В последние несколько дней жизнь театра у моста подчинена графику подготовки одной из самых громких премьер в истории этого коллектива. Пьесу под названием «Запах» ставит режиссер с мировым именем Кшиштоф Занусси. В его послужном списке несколько десятков художественных и документальных фильмов, отмеченных множеством высоких наград. Пану Кшиштофу сейчас 72, и он уверен, уходить на покой еще рано. Готовлюсь к картине, которая, надеюсь, будет снята в совместной производстве и из России, и из Италии. Это мне близкие страны, и так Польша будет в середине. Он хорошо знаком с Россией, как времен застоя и перестройки, так и сегодняшней. Преподает во ВГИКе, ставит спектакли в разных городах. Несколько лет назад Кшиштофу Занусси даже предлагали занять пост посла Польши в России. Но он предпочел не менять профессию и продолжил наводить культурные мосты между нашими странами на свой лад. Я в Польше председатель польско-российского форума, который наши президенты открывали вместе и открывают, когда происходит заседание. Так что это желание, чтобы между культурными элитами была связь. Многие его фильмы – интернациональные. Картина «Черное солнце», совместная работа Пана Занусси и итальянского сценариста и драматурга Рокко Фамильяри, который сам сыграл в этом кино одну из ролей. «Синьор Фамильяри» – автор пьесы «Запах», она с этого дня и будет идти на сцене театра у моста. Как говорят артисты, пьеса напоминает киносценарий, да и в самом спектакле используются приемы кинематографии. Действие словно смонтировано и происходит в двух пространствах – в тюрьме, где отбывает пожизненный срок один из персонажей, и в квартире его супруги. В центре сюжета – любовный треугольник. История отношений двух мужчин и одной женщины перерастает в философскую драму. Это очень оригинальная трактовка, тема любви. Мы с огромным удовольствием прочитали пьесу, пьеса потрясающая. Очень надеемся, что этот драматург, в общем, тоже произведет впечатление на российского зрителя, потому что такого в нашей современной российской драматургии я не видел еще. В течение ближайших четырех дней на сцене театра у моста будет идти российско-польско-итальянская премьера, которая теперь станет еще одним хитом репертуара. Юлия Зыкова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.